Не помню сейчас точно это по датам. Недавно закончил, в общем, свою первую книгу. Это фактически роман рассказов, получается. То есть технически это сборник рассказов, но при этом они все связаны, соединены и образуют единое такое повествование. Сейчас вот занимаемся темой издательной и так далее. Вот. Все это, именно конкретно этот сборник, он вдохновлен песнями, собственно, нашей вот «Розы», в которой я в группе выступаю, ее песнями и стихами. Ну, как обычно, про что-то свое при этом. Вот. Из важного то, что здесь будет, это интерлюгия между четвертым и пятым рассказом. Она такая довольно самостоятельная, то есть не требуется читать те рассказы, чтобы понять, что здесь происходит. Продаваясь персонажей этой книги. И, наверное, помимо еще одного мощного источника вдохновения, помимо песен Розы, это Стивен Кинг и его «Темная башня». Вот. Соответственно, оттуда там некоторые термины позаимствованы, скажем так, художественно. Вот. То есть, малый кто был в прошлом, для понимания дальнейшего. Столб мироздания здесь, в моем, то есть, столб мироздания, это, скажем так, даже не сущность, не знаю, как это сказать. Короче, то, что значит, в чем некий стержень, на котором держатся все миры и вселенные, лучи, это то, что помогают эти миры держать. Вот. Ну и, собственно, называется интервью для песни кита. Да, прошу прощения, я подстыл немного, поэтому буду террорически откашиваться. Могучий космический кит, он в пространстве и негромко пел. Он вспоминал свой родной мир, который его сородичам едва удалось отстоять. Вспоминал, почему еще долгое время не сможет с ними встретиться. Вспоминал, как он еще, будучи маленьким китенком, произвился в компании с верстником грейс в лучах солнца. Однако, в его сердце почти не было грусти. Грусти и боль постепенно оставляли кита с той же скоростью, с какой залечивались надесенные много поколений назад ранами. Силы постепенно возвращались к нему. Он же готов был вот-вот запеть во всю мощь. И тогда миры содрогнутся и придут в движение. И в конце пути и будет ждать свет. Но и не до конца крепшее пение кита запускало процессы мироздания, которые дремали неисчислимое количество времени. Жизнь будто пробуждалась ото сна, а печати, которые рой смог закрепить в людях, начали диблировать и расшатываться. Киту нравилось это ощущение. Он буквально чувствовал, как восстанавливается. Слышал существ, которые взывали к высшим силам. Любил их всех, без исключения. Хотя он находился на невероятном для многих живых существ уровне осознанности, киту все же порой приходилось отдыхать. И в последних снах к нему стало возвращаться утраченное и приходить ранее неизведанное. Именно сны поведали ему то, о чем не знали даже звезды. Что его родной мир все же выстоял, в то время как многие поколения считалось, что он остался совсем один. И пускай сейчас путь домой был для него недоступен, выход обязательно отыщется. Главное, что они уцелели. Совсем смутно Кит вспоминал эпизод с обредением своей сути, а точнее с возвращением утраченного ее фрагмента. Эта его часть оказалась в мире людей, ее словно оторвало взрывом. И когда она будто потерянный фрагмент пазла, который уже отчаялась отыскать, встала на свое место, Кит почувствовал такой подъем и силу, как Кит не ощущал уже в долгие столетия. Он помнил и знал всех, кто помогал ему, равно как и остальных жителей их мира. Однако в последнее время в его сны приходила вторая, и вела его, ласково подлаживая, возрубцевавшимся рамам. Кит легко, почти играюще перевернулся на спину, поднырнул под галактику и выпустил фонтан звездной пыли. Потом набрал скорость и помчался сквозь миры и потоки времени. Он разминался, словно спортсмен перед предстоящим марафоном. Его мышцы гудели в предвышении полета, душа рвалась вперед, а слознание неустанно рассматривало жителей всех доступных его взглядов миров. И песнь не лилась, не переставая. Он почувствовал присутствие столпа и мысленно отсылитовал ей. Почувствовал, что лучи наполнены силой и крепки, как никогда прежде. Он резко рванул вниз и понесся прямо сквозь галактики и вселенные к Даратону. Его песня, разумеется, затронет все, однако именно Даратону он сейчас хотел увидеть в первую очередь. Посмотреть на мир, где оказалась его часть, на мир, который помог ему выжить и вернуться в строй. Кит перестал быть материальным и проносить сквозь толщу миров, не причинял им никакого вреда. Да и это было невозможно по определению, потому что противоречило самой сути доброго велика. На подходе к миру людей он восстановился на месте, окидывая его взглядом. Сердце мирно стучало, словно огромный барабан разгоняя по телу кровь. Кит взмахнул роскошным хвостом и описал вокруг Даратона круг. Он видел этот мир во всем великолепии. Одновременно во всех временных промежутках и во всех существующих вариантах параллельных вселенных, которые продолжили множиться с ромбомрачительной скоростью прямо на его глазах. Кит видел, из какого жутковатого омута появился этот мир и в какой светлый сатом предстоит превратиться. Очень немногие существа в процессе мироздания получили такие способности, однако кит уже привыкли и легко фильтровал потоки информации. Наконец он размеренно вздохнул, добавив пеньги в уголки грудных нот и направился непосредственно к Даратону. Продавец хот-догов в небольшом приморском городке облокотился на перила и смотрел, как солнце медленно погружается в океан. Эта картина всегда его завораживала, и он старался приходить на пирс каждый вечер, даже если устал и чувствовал себя не очень. А не прийти сегодня он тем более не мог. Пять долгих лет он работал на улице, получая мизерную зарплату. В какой-то момент он не понимал смысла своего существования и не сделал чего-то плохого, только потому что смерти страшился еще больше, чем отручающей картины вокруг. И всю жизнь он старался поступать по совести, поддерживать людей и делать им что-то хорошее, пускай и самые малые. Сегодня ближе к обеду, когда он сидел на небольшом стульчике внутри своего фургончика, мужчина почувствовал, будто что-то изменилось, как будто окружающий мир посветлел и наполнился красками. Он запустил ему в карман, достал стоящий на безвучном режиме телефон и решил еще раз проверить статус его заявки на открытие собственной небольшой закусочной. Надежды не было почти никакой, больно уж и живописное он выбрал место, есть немного куда более именитых личностей, кто захочет там обосноваться. И тем не менее, ответ все не приходил. Вот уже почти неделю. И глядя в телефон, он почувствовал, как взбивается его дыхание. На почте лежало письмо с ответом. Он не сразу отважился открыть, его пальцы тряслись, и он не сразу попал по иконке письма. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, мужчина улыбнулся и пошел прочь. Он планировал сегодня забезу к знакомому и пригласить его отметить. Товарищ наверняка согласился бы, тем более, что они давно не виделись и соскучились друг по другу. Витер трепал его волосы, а на душе было так спокойно, словно кто-то обманывал его теплыми руками. Мужчина улыбнулся и стал напевать про себя слышенную по радио песню, а океанские волны шумом накатывали на берег. Оператор сидел в комнате за компьютером и рассортировывал отснятый материал. Совсем скоро он приступит к монтажу, потом начнет писать нехитрую сопроводительную музыку, но этот момент пока еще не настал. И думать он о себе любил именно как об операторе. Снимать «Дикую природу» было его любимым занятием и сегодня был хороший день. Мама медведица таки оправилась от тяжелой болезни и вышла на свет из берлоги, а вокруг нее радостно носились туда-сюда медвежата. От виду счастливого семейства сердце оператора наполнилось радостью и теплом. Он переживал за них, но не имел права вмешиваться. А теперь окрепшая медведица пригибала к земле кусты со спелой малины и довольно щурясь горстями отправляла ядами в пасть. Оператор еще поснимал ее и различные виды, после чего удалился со всей осторожностью, следя за тем, чтобы не потревожить зверей. Он и сомневался, что отмятый материал окажется хорошим, и наверняка какое-то количество людей посмотрит его документальный фильм за ужином или с детьми. Оператор, конечно, не знал, но в тот момент, когда он перекинул файлы с камеры на компьютер, мир кинул изменился в окончательное бесповоротно. Мальчик, который посмотрит его документалку про медведей, пока что даже не родился. Однако именно после нее он заболеет кинематографом, стоит пионером новых технологий, и в результате своими фильмами изменит многое в этом мире. Но оператор этого не знал, да ему было и ни к чему. Он был доволен проделанной работой, а фильм обещал быть и правда стоящим. Улыбаясь, он открыл монтажную программу. Молодая медсестра проснулась посреди ночи и испытала непреодолимое желание посмотреть в окно. Она тихонько выскользнула из кровати, чтобы не разбудить мирно сопящего во сне мужа. Насыпила тапочки, накинула халат и прошла на кухню. Налив себе стакан шоколадного молока, она выдал новое окно. На часах было 3.28 ночи. Улицу заволокло туманом, причем туманом настолько пустым и влажным, что это было видно даже через стекло в теплой квартире. Свет пробивался через него размытыми желтыми и белыми пятнами, а соседние дома были едва различимыми силуэтами. Во дворе никого не было, даже ветер почти стих. Медсестра почему-то вдруг представила, как между домами по воздуху плывут разные морские обитатели. Вот огромный скат грациозно маневрирует промеж зданием. Вот выводок рыбок смывет между качелями и каруселями на детской площадке. А вот важного беда с минуты торопливыми бросками пересекает улицу. Над всем этим будто звучит какой-то утробный бас. Совсем не жуткий, а даже успокаивающий. Да, как китовья песня. Вот же он, какой громадный. Из тумана видно только проплывающая над желыми постройками гигантское брюхо и край хвоста. Медсестра удивлена своим фантазиям. Над рассудкой она рисовала картину и получалось у нее не так уж плохо. Она подумала, что этот сюжет вполне достоин воплотиться на холсте. Даже название в голове придумала, но пока не собиралась произносить его слуг. Медсестра не могла и подозревать, каким огромным количеством творческих людей в последние пару лет являлся образ китар. И чем дальше, тем больше синих испаринов становилось повсюду. Как будто что-то готовилось. Что-то волшебное. Она допила молоко и вернулась к кровати. Спящий муж обнимал во сне подушку, и от этого зрелище ее сердце вдруг наполнилось невероятной любовью к нему. Она знала, как им повезло друг с другом, и собиралась помнить об этом и ценить все, что у них есть до конца своих дней. Она тихонечко легла рядом и обняла мужа со спины. Тот, не просыпаясь, что-то проворчал во сне и сжал ее руку своей. Так они и заснули. А за окном в тумане быстро прошла была роскошная косатка. Подросток 14 лет шагал к дому своей подруге решительным шагом. Многие шлепанцы разбивали пыль на песчаной деревенской дороге. На правой руке у мальчика красовалась свежая царапина от колючки. В левой он сжимал букет полевых цветов. Мальчик дошел до колинки, немного помялся, а потом решительно позвонил в звонок. Прошли несколько томительных секунд. Наконец послышались легкие подпрыгивающие шаги, которые он узнал с закрытыми глазами. Сердце парнички взволновано забилось. Решиться стоило больших усилий, но он больше не мог ждать. Калитка распахнулась, и у него чуть не перехватило дыхание. Она всегда была невероятно красивой. Но сегодня с распущенными волосами, в сарафане горошек и простых сандалиев становилось совершенно невероятно. Девушка улыбнулась, на щеках у нее играла роса в леснушек. Ведь в леснушке мальчик любил так сильно, что боялся признаться даже самому себе. Он что-то смазанно пробормотал и протянул девушке букет. Улыбка стала шире, она подалась вперед и обняла его. Мальчик заболел снова, и пока он говорил, она не размыкала. Потом чуть отстранилась, сцепив руки замком у него за затылком, и пристально посмотрев парню в глаза, кивнула. Тот просиял и улыбнулся от уха до уха. Девушка рассмеялась, и внезапно для него, вообще-то и для себя самой, легойко поцеловала его в уголок рта. Над полем стекотали кузнечики, в поле сновал рисица, высматривая добычу. В небе над лесом кружены ястря, жизнь била ключом. Пожилая женщина глубоко вздохнула и взяла в руки судьбу. То, что полегче. То, что потяжелее, вызвался забросить в багажник таксиста, за что она была ему очень благодарна. Сама бы она такую тяжесть далеко просто не утащила. А теперь тяжесть поедет в машине вместе с ней, а на месте ее встретят и помогут. Женщина уезжала от тяжелых будней, от непонимания и равнодушия, от боли в ногах, с которой считаться приходилось только ей одной, от перекладывания вины, от полного генерирования, в конце концов. Она окинула взглядом участок, на котором прожила последние 10 лет, а до этого постоянно бывала по выходным и праздникам. Столько воспоминаний, и очень не все из них были счастливыми. На глаза у женщины навернулись слезы, и она позволила им какое-то время просто течь. Это были слезы расставания и потери, да, но вместе с темы слезы колоссального, невероятного облегчения. Она вытянула их подком, села в машину, пристегнулась, и они торнулись в путь. И чем дальше был родной дом, ставший таким чужим и мрачным, тем легче ей становилось. Будто груз, давящий на плечи, становился меньше с каждым километром. Через полчаса перестали болеть ноги. Она шмюнил носом и решительно посмотрела в окно, а потом вдруг рассмеялась. Тихо, чтобы таксист еще не подумал чего, но искренне и легко. А затем устроилась поудобнее на сиденье и стала смотреть по сторонам. Перед ней простирались все дороги, она могла выбрать любую из них, не думая о том, что скажет или как отреагирует он. И это было, да, абсолютно восхитительно. Посреди шумного мегаполиса располагался заброшенный пустырь, огороженный забором из листового железа. На пустырь никто не заходил, и окрестные жители как будто вообще не подозревали о его существовании. Люди в темно-зеленых костюмах хорошо позаботились о том, чтобы обезопасить этот пустырь от вторжения. Сюда могли пролететь насекомые или забраться небольшие звери, например, собаки. Сюда лил дождь, и тут скапливалось пыль. Но никто из людей никогда бы не забрел сюда по случайности, такое было полностью исключено. Лето заканчивалось, ветер стал чуть холоднее, а дожди лили все чаще. Скоро станет совсем зябко, повалит снег, и до следующего лета не видать мегаполису ни зелени, ни тепла. Однако, само собой, в зиме тоже были свои плюсы. Роза раскачивалась, подставив ярко-красный бутон солнцу, и потихоньку пела. Она уже некоторое время чувствовала присутствие кита, и если бы танцевать было в ее природе, не шельменно пустилась бы в пляс. Песни ее стали еще живее, вдохновляли людей еще больше. Лучи светились и спускали тепло. А сегодня она услышала другую песню, пока тихую, но уже очень уверенную и набирающую ход. Кит был совсем близко. Он двигался к Деатону, и Роза знала почему. Она мысленно обратилась к космическому здравнику, и тот ответил. Две песни надолго слились в одну, и в небольшом радиусе от пустыря даже сорвало несколько печатей. А все остальные изрядно потрепало, и в скором времени люди снимут их сами. На какое-то время кит опустился совсем низко и практически задел плотниками пепушки домов. Некоторые животные могли ее увидеть, и сейчас сидели, забрав голого. Большая рыжая-белая кошка с роскошной шубой, округившимися глазами, и ставилась на колоссальных размерах хвост, прошедшей в миллиметре от рекламного щита на крыше небоскреба. В глазах ее светился непонимый интерес. Уже завтра эту кошку чуть не забьет машина, но благодаря этому у нее появится дом, и остатки свои дни она проведет в тепле и заботе. Кит громко пропел Розе по желанию света, передал привет солнца и резко устремился ввысь, к лучам. Потом оплыл боку к одного из них и, махнув на прощание хвостом, скрылся в облаках. Роза продолжала раскачиваться на ветру, ведь как у простого даотонского цветка у нее было не так много развлечений. Но Роза совсем не была против. Еще стольким существам нужно вдохновение, еще стольким мирам предстоит вырасти над собой, еще стольким событиям предстоит свершиться. И когда однажды Рой снова явится к воротам города, они все будут готовы. И состоится последний бой. Только будет он не с оружием в руках, а с любовью и добром в сердце со словами и ласковыми мыслями. И когда они попросят исцелить их, все закончится. И все будут счастливы. А пока Роза поет, и истории наполняют вселенную. Кит проплыл даотон насквозь, изныл вверх, набирая скорость. Его песня уже вот-вот должна была зазвучать. Кит как будто прощищал легкие перед первой арией, которая встряхнут мир. Он развернулся и еще раз посмотрел на такой противоречивый и такой странный мир, полный таких противоречивых и таких странных созданий. Но во всех них без исключения был свет. И он хотел освободиться и сиять. Так что кит воспалил над миром и поплыл. А с его груди начала лица песнь, ударанный барабаном, в которой было сердце беяния кита. И мир сдвинулся с места. Спасибо большое. Я прочитала этот рассказ еще. Ну, на поле прошло. И слава перед встречей, да. Сегодня послушайте, он в живом с вами был, да, интересно. Тема китов в творчестве, конечно, это прям отдельная тема для обсуждения. И сегодня, конечно, бэка от меня. У меня из-за тебя небольшой подарок. Это тебе. О, как я понимаю. Да, ну, кто знает моих китов, да, тот поймет. Я готова предать слово. То есть я прям очень в тему куда-то попался со своим рассказом. Я так понимаю. Ну, если ты не по-русски, да. Давай, хорошо, с удовольствием. Вообще, книжки – это любимая тема. Посидеть, полежать с книжкой и почитать книжку. Очень наполняющая штука. А если еще с кем-то ее почитать и поговорить про эти книжки, это вообще капельская тлок. Отлично. Понравилось, во-первых, что было клево, да. Это подача и вообще чтение очень редкое. Ну, к своему удивлению, и у людей, которые, развиваясь, гладенько, ровненько, читают. Да, я-то несколько раз уже читал, сколько специально, да, когда... Я к тому, что я очень редко наблюдал именно подготовленное чтение, и это всегда приятно. Когда человек к выступлению чувствуется, что подготовилось, либо как-то знает, что хочет построить. С того, что прям повеял вишневым садом, я что-то прям такой... Подождите, Антон Павлович здесь не продвигал или рядом, да? Ну, там больше про личную его тему не где-то. Ну, да, и прям порадовало, что есть классические темы освобождения, освобождение, осознание себя и всего прочего. Поскольку считаю это вообще админисцентральный мотив творчества. В любом познании себя через текст, это вообще клевая штука, всем этого желаю, и подобных текстов, наверное, побольше. Интересно было еще, как все эти рассказы между собой проявляются, потому что кольцо не было. Ну, это здесь, в данном случае, скорее просто как ретроспектива разных событий, которые происходят, когда Кит начинает петь свою песню. Что это, какие-нибудь... Перепозят ему рассказы к другому, и так далее. Зеркала, в которых отражается, скорее всего, такие отзыски происходят, и вообще, скорее всего, у вас вот этого куча историй, как это интерлюзия же, да? Это интерлюзия, еще 7 рассказов про Лока и Белок, да. Да, и соответственно, вот в эти зеркала уже интересно посмотреть, и вот как, окажется, что, скорее всего, не зеркала, а окошко, но это клевая тема, спасибо. Да, подпиши еще. Стараемся подпишем на все. И еще желательно читать еще. Ну, я буду постараться. Просто этот самый, он коротенький, ему уложиться можно в отведенное время. Там еще несколько я смотрел, которые тоже довольно самостоятельные, но они просто там какой-то 20 с чем-то минут получалось, а хоть вообще полчаса. И это, ну, на одного дня. В общем, спасибо. Спасибо. Благодарю вас за прекрасный рассказ. Мне кажется, это все очень кинематографично. Можно было бы снять очень зрелищную, красивую короткометражку, например, или мультик еще лучше. Да, анимацию, наверное. Да, любить анимацию. И, ну, мне очень понравилось. Это обволакивает, сразу представляешь себе все это очень так ярко. Спасибо большое. Можно? Спасибо. Спасибо за ваш рассказ. Большое удовольствие послушала. Ощущение какой-то поты, уюта, волшебства, какое-то дарёкое действие уродит. И мне очень понравилось ощущение. У вас такой льющийся слог, видно, что вы, словом, в кармоне лезете, пишете достаточно легко. Но бывает, что читаешь и чувствуешь, что автор натужен. У нас ощущение этого полета очень здорово. И, нет, я не поняла, это рассказ самостоятельный или это рассказ, это фрагмент... Это фрагмент цикла, который сейчас я написал в книге, без закончения. Это продолжение. Это интервьюки между четвертым и пятым рассказываем этой книги. То есть, вот, технически это сборник рассказов, правда, но они все соединили как раз вместе. Это, условно, роман-брасказ. Как-то, знаешь, да, как-то... Ну, ощущение цереного о проведении, то есть, это... Ну, поэтому еще тоже его выбрано, что вы можете прочитать, и нет такого, что а это к чему, а это к чему. А весь отсылки к другим рассказам, но они не мешают, не требуется их все прочитать, чтобы понять, что в этом происходит. В общем-то, я думаю, это можно сикус-корникой оставлять, и это будет с большой удовольствием по адрикатам. Это сейчас в конце расскажу, там, да, что я не знаю. В общем, очень крепко произведено, спасибо, и да, где вас можно еще почитать. Все, в конце, все, здорово. Пожалуйста, по-моему, все. Спасибо большое. У меня есть какие-то ассоциации по теме, да, и замечания. Ну, не замечания, а на трогу. Ассоциации есть. Это такой... Зовтух наоборот. Да, естественно, зато расскажу, пожалуйста, собственно. То есть, да... Не впущи на безумие, да, наоборот. Зовтух на свет, да. Что-то хорошее. Но в этой связи как раз непонятно, где, грубо говоря, есть ли в этом сеттинге, да, в этой вселенной, в этом мире, есть ли, грубо говоря, какой-то антагонист, да, какой-то, ну, кавычек, дьявол, да? Ну, условно, вот, упоминая мы несколько раз, рой, это как раз-таки антагонист. В печати, которые рой ставит на людей, это... Ну, это, опять же, очень упрощенно это, чтобы сейчас на полчаса все это длится. Да-да, ну, понятно. Но рой, это, грубо говоря, антагонист, да. То есть, у меня, ну, вот, например, от чтений некоторых текстов, например, Фрая, особенно сказки Старого Вильнюса, которые я не очень нежно люблю, очень, прямо, вообще, если вот столько волшебных, хороших, действующих сил, которые раз и меняют жизнь людей к лучшему в мире. Ну, почему-то все так... Ну, ну, так и есть, да. То есть, я помню, да, фрагменты, не про конкретного китатора, а про его эффект, скажем. Вот, чтобы вот моя ассоциация по теме. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе за рассказ и за чтение. Очень нравится, как ты пишешь. И нравится, как твой какой-то естественный, простой язык сочетается со сказочностью происходящего. Спасибо. Я очень хочу сказать, что очень приятно было тебе. Спасибо. Спасибо. Ну, для меня это рассказ, такой рассказ «Настрой», рассказ «Вайп», то есть это то, что создает какое-то внутреннее состояние. Но это было слегка пресновато для меня, потому что я не почувствовал здесь какого-то конфликта, какого-то проблемы, поиск ее решения, какой-то драмы. Вот этого мне не хватило. Ну, если это какая-то часть, фрагменты более серьезного произведения, может, я упускаю этот момент. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. Да, присоединяюсь. Спасибо большое. Очень интересное и необычное происхование. Мне очень понравилось, в таком интересном аспекте, мне показался аспект миротворения и микротворения, которые и на которых строится все это будет сбывать. Оно действительно очень анимационное в каком-то смысле и построено на какой-то своей внутренней физике. Это интересно. Спасибо. Так, получается теперь мое слово. Ну, сейчас я просто скажу. Во-первых, про Зов Ктулху. Поскольку это из отдельных рассказов книга состоит, а я все-таки не обладаю ни весом писательским, ни именем, чтобы прийти и просто издать в стомате и издать мою книжку, мы сейчас ее будем издавать отдельными вот такими экзинами. То есть это черно-белый, он многоопытный образец. Кстати, есть еще, по-моему, пять штук. Или с этим пять. Короче, если кто захочет, может приобрести. То есть такими сначала отдельными зимими будут рассказы издаваться. Скорее всего попробуем с локусом что-то наладить и так далее. А потом уже все это будет в одной книге. Только там еще будет пролог и белок. Вот это вот интерлюзия. То есть еще отдельно сейчас переиздавать уже не будем. И, собственно, вот в первом рассказе, который выйдет, уже надеюсь, в сентябре мы его сможем выпустить, там как раз есть рассказ поделен на три истории. И одна из этих историй, это фактически тень над Инсмутом и Зов Ктулху, только вот наоборот. Вот. Поэтому там, в общем, есть. Это тоже так. Фу, волнуюсь, извините. В первый раз его читал. Кто меня волнуется? Дмитрия. Все хотим быть, как Саша. Вот. Нет, хорошо, наоборот. Не уметь не волноваться. А, ладно. В общем, как я уже сказал, будет это издаваться у меня сейчас, пока что, отдельными рассказами, где-то раз в месяц. То есть, семь рассказов, это семь месяцев. А теперь уже к следующему лету собираемся уже там полностью бумажные, бумажные, твердые обложки выпустить. А вот. Может, что-то из-за этого времени произойдет, изменится и все это быстрее произойдет, но пока что типа по Зину в месяц, а потом, значит, это. Вот. Рисунки для этого всего, опять же, сейчас черно-белые, там будут обложки цветные у каждого Зина. Рисунки делает тоже моя очень хорошая подруга София Малахова, она, к сожалению, не смогла сегодня прийти, приболела. Соответственно, с ней в коллаборации, скажем так, мы тоже там тоже пишем и все такое. Вот. И где-то, говорю, ориентировочник следующего лета, это уже целиком книга со всеми этими рассказывает. Плюс там будет еще пролог, там будет эпилог. Только вот это интервьюзия, которую я сейчас прочитал, после слога, где я рассказываю, как там что писалось. В общем, там еще будет приличная дополнительная материация. Вот. Надеюсь, все получится, надеюсь, все это. Ну, я с удовольствием, если можно, буду приходить читать какую-нибудь всю книгу, по частям почитаю. Вот. Так почему мне? Плюс, а, и, кстати, да, вторую книгу из цикла, это первая книга из цикла, вторую книгу из цикла я уже начал писать, и там уже более… там уже прям роман был, в общем, я там уже две главные написал. Вот. Наверное, если что-то еще хотел сказать, наверное, я уже, наверное, забыл, потому что я там забыл. В чем проблема с изнательствами? Ну, поскольку у меня, получается, я же это… где раньше… то есть я не издавался раньше, я в блоге где-то не издавался. А, вот сейчас сказать надо будет, где меня найти. Вот, да. Только у меня в блоге эти рассказы публиковались, ну, и другие, не входящие в этот цикл. Вот. Поэтому вы просто прийти в издательство и сказать, вот, я написал классную книжку… Издайте, пожалуйста. Типа, берите и издайте, да. Я думаю, на это нужны определенные деньги, которых у меня свободно сейчас нету. А, вот. Поэтому своими силами, поэтому пассивно-пассивно собрать сложно так аудиторию. Ну, сколько-то, естественно, какие-то средства с продажей этих земель тоже все отпустили на издание книги, а там уже, что за год еще за весь случится, кто прочитает и кто увидит, такое нужно было, поэтому… Ну, я реально намерен не издать. Потому что это краудфандинг. Краудфандинг потом. Просто я пока сейчас не нагрею еще, я думаю, хотя надо, чтобы первый что-то выслать, потом уже говорят, а вот можно еще, кстати, вот на бусте, там, где-нибудь в козыбуски. Ну, если еще бусте у меня будет, я прям, наверное, просто идти. Вот. Да. Так, теперь про то, где чего можно найти. Во-первых, еще раз. Таких еще четыре. Эту и еще четыре штучки, если кто-то захочет, можете приобрести за 300 рублей и можете ее забирать. Вот. А… Ну, канал на Ютубе. Вот. Группа ВКонтакте. Вот здесь и группа в Телеграме, посвященную именно вопросу. А с нее там, если чем, можно найти остальные все проекты. Можете просто подойти, отсканировать, подписаться, и все будет. Так. И, наверное, потом это будет в описании, потому что ребята тоже спрашивали, где меня можно найти. И, соответственно, потом, тоже когда будет, там ссылки все… Будет пост… По этой встрече кости, да? Можем показать вот так, у Аркады, если что там. Можете сказать. Вот. Ну, мало ли. Вот. Так что, в принципе, думаю, наверное, все я сказал. Я могу долго сидеть и разговаривать, но мы сейчас до 10 вечера сидим. Рассказывай. Нам как-то нужна будет встреча, просто пообщаться. Я прям, без выступлений. Надо запомнить вообще-то. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.